Валычев, Казань, все на матч. 20 ноября в Сочи на многом функциональной арене ледяной куб завершился чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу в дисциплине Farmation Mixed. Если кто не знает, она считается элитной и самой зрелищной. В ней исполняют самые сложные акробатические элементы. Ну я-то это знаю. А теперь, конечно же, элементы сложные. Обратите внимание, Юль, посмотри на плазму, пожалуйста. И вы поймете, что эти элементы, выполняемые, вызывают, конечно же, реакцию неподдающуюся объяснению. Ну и в стиле этого тренера, по-моему, у хорватской пары, я скажу, что к тому же весь пьедестал в Сочи российский. Подробности у Василия Анощенко. Кричащий макияж и ослепительные костюмы. Каждая пара старается обратить на себя особое внимание. Это стразы. Они предназначены для костюмов. Но чтобы добавить эффект образу, мы клеим их на волосы, чтобы быть более ярче. Ну, есть специальный клей для волос. И просто отдираешь стразы, ну и ничего не остается. Российский дуэт Гусарова-Самойлов идут против правил. Нежные тона в одежде и минимум грима на лице. До решающего танца они вторые, а после поднимаются на высшую ступень. Красота должна быть естественной. Мы как бы специально от этого отталкивались, что очень много однообразия хотелось как-то выделить. Вот. И судья, я думаю, сразу обращает на это внимание. Оценка идет по множеству параметров. Количество элементов, сложность, качество исполнения, конечно же, артистизм. И если спортсмены придерживаются образа, то тренера во время исполнения уже ничто не сдерживает. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Прямо за сценой находится разминочная зона. И спортсмены репетируют под ту музыку, под которую выступают сейчас. В принципе, это не мешает. Им важен только ритм. А уже под свою композицию они подбирают и макияж, и костюмы. Расскажи, пожалуйста, а что у тебя за образ? Под что вы танцуете? А, у нас тематика Шерлока Холмса. Мы танцуем под музыку из современного сериала. И, соответственно, костюмы у нас тоже связаны именно с этим. Им нужен ритм в четыре четверти и сильная доля в музыке. Особых требований к саундтреку больше нет. Вот и получают рок-н-рольное звучание и Абба, и Челентано. Акробатический рок-н-ролл сегодня ритмично стучит в двери олимпийской семьи. Итого и гляди, появится в летней программе соревнований. В нашу страну он буквально ворвался в конце 80-х. И для России сегодня это молодой, но быстро растущий вид спорта. У нас, надо сказать, что за последний год количество людей, которые стали заниматься спортом, увеличилось на 25%. То есть это, наверное, один из самых прогрессирующих таких видов на данный момент. Только за последний год в России открылось шесть новых школ акробатического рок-н-ролла. Может быть, и поэтому в командных соревнованиях чемпионата мира все медали достались нашим. Василий Анощенко, Тигран Мерзоян. Все на матч. Сочи. Тигран Мерзоян.